Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и, как и всегда, говорим о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Итак, главной новостью вчерашнего дня стали новые меры экономического стимулирования Федрезерва. Причем по тем мерам, которые были приняты, он, наверное, превзошел сразу всех, поскольку теперь и отныне речь идет о действии программы количественного смягчения в неограниченных объемах и неограниченных сроках. Фактически, в связи с этим я вижу два варианта развития событий касательно того, что может произойти с курсом американского доллара. Первый, друзья, он все равно соотносится с тем, что на текущий момент даже при таких экономических стимулах доллару вряд ли что-то может вставить палки в колеса и остановить его укрепление, потому что более крутого и надежного защитного актива на рынке попросту нет. Хотя вот с буквально вчерашней торговой сессии стало активно подрастать все золото, но о нем мы поговорим чуть позже. Главное то, что золото растет. Мы долго находились в режиме ожидания. Я призывал вас, друзья, пользоваться этим временным затишким, потому что ралли пойдет и по этому активу, поэтому настойчиво рекомендовал вам открывать длинные позиции. Сейчас мы уже выше 1550 долларов за тройскую унцу. Те, друзья, кто упустил эту возможность, либо, напротив, видели условия для продаж золота, вы, соответственно, совершили большую ошибку и виноваты за нее только вы. Что касается сценариев, озвученных по доллару. Первый, друзья, это даже несмотря на новые меры экономического стимулирования, сейчас, когда мы говорим о продолжении распространения коронавирусной инфекции и пытаемся оценить масштабы негативнейшего влияния на мировую экономику, оценить глубину мировой экономической рецессии, сейчас нужно все-таки сходить из того, что американская валюта будет крепчать. Индекс доллара будет расти. Я допускаю то, что индекс американской валюты вот с текущих там значений 102.50 может легко улететь там в район 105 и повыше. Почему я считаю, что доллар сейчас будет расти? Потому что доллар, опять же, отличается самыми выраженными защитными свойствами. Да и к тому же сейчас мы по-прежнему говорим о том эффекте, который может оказать вирусная инфекция на американскую экономику. Вот последние, опять же, доводы довольно убедительные. Goldman Sachs о том, что безработица может вырасти на 30% в ВВП. Друзья, в ближайшем, скажем так, в первом полугодии 2020 года может пройтись на 50%. И что касается второго сценария, когда наступит то прекрасное время, что мы с вами будем констатировать снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, когда действительно все это пойдет на убыль. Мировая экономика оттолкнется одна. И в этот момент, друзья, мы с вами продадим на долгосрок американскую валюту. Потому что с учетом того, что к тому времени очень сильно будет увеличен баланс Федрезерва, очень сильно будет увеличен объем, опять же, денежной эмиссии, денежной массы, это спровоцирует значительный рост инфляции. Я прекрасно понимаю, что Штаты, исходя из того, что доллар, который стоит за американской валютой, это валюта резервирования, и так уж сложилось, что даже действие печатного станка обычно не приводило к значительному росту инфляции, поскольку часть этой инфляции просто уходила на зарубежные рынки. Но программа теперь неограниченная, беспрецедентная, баланс Федрезерва значительно увеличится. И все-таки рост инфляции последующего, снижение курса доллара, наверное, не миновать. Напомню, друзья, что за последние две недели фондовый рынок США потерял больше 30 триллионов долларов. Общая денежная масса составляет около 80-85 триллионов долларов. То есть, фактически, можно сказать, что если бы сейчас не было необходимости, не было причин уводить капиталы в защиту в виде доллара, то, возможно, с учетом того, что фондовый рынок потерял, повторюсь, 30 триллионов, можно было бы говорить, что инфляция в Штатах уже должна была превысить 30 процентов. Ну или, скажем так, не инфляция в США, доллар обесценился примерно на 30-40 процентов. Поэтому на текущий момент не обращайте внимания на действия Федрезерва. Верьте в то, что курс доллара будет крепчать. И давайте отыгрывать укрепление позиций американской валюты против евро и фунта. Тем более, что нам это очень неплохо удается. Нефть 27.82. Ждем закрепление ниже 25 долларов за баррель, поскольку на нефть продолжит давить значительное падение спроса. На углеводородный развал альянса ОПЕК. Как выход из этой сделки Саудовской Аравии и Россия. Ожидание роста нефтедобычи. Сейчас, повторюсь, даже несмотря на меры экономического стимулирования, все прекрасно понимают, что промышленное производство не сможет вернуться к прежним темпам работы. И не сможет обеспечить достаточный спрос на углеводороды. По крайней мере, до тех пор, пока в мире действует период затяжной, тотальной изоляции и карантина. Пока эта проблема сохраняется, давайте ставить на снижение нефтянки. И, соответственно, на логичное влияние слабости нефти на курс рубля. 79.59. Это закрытие, опять же, прошлого дня. Мы видели то, что рубль девальвировался выше 80. Я думаю, что ближайшая цель 85. Мы ее также увидим. Евро против доллара 1.07.77. Меры стимулирования Европейского Центрального Банка не такие, конечно же, мощные, как у Федрезерова. Но и инструментарий у Европейского Центрального Банка не такой богат. Однако 750 миллиардов евро, которые были анонсированы через программу количественного смягчения Кристиан Лагарта, этого достаточно, друзья, чтобы обеспечить снижение евро в район паритетного значения. Тем более, что мы сейчас с вами говорим о рецессии европейской экономики, валютного блока, о самом значительном спаде за последние 100 лет. Темпы экономического роста просядут больше, чем на 6%. А если мы, к сожалению, возьмем за основу еще и прогноз Всемирной Организации Здравоохранения, которые ранее говорили, что коронавирусная инфекция заболеет всего лишь 30% населения, но сейчас корректируют свои прогнозы, отмечают, что эта инфекция может все-таки стать неизбежной для 80% населения, Я думаю, что экономический спад валютного блока будет еще более выраженным и значительным, поэтому дорогому евро сейчас не место на валютном рынке Форекс, особенно с учетом укрепления курса доллара. Фунт против американца 1,16. Трейдеры, эксперты делают акцент на то, что британская валюта может еще просесть процентов на 10. Напомню, что фунт снизил, Банк Англии снизил процентную ставку до 0,1% и запустил программу количественного смягчения на 200 миллиардов долларов. Это серьезнейшие экономические стимулы, они еще не до конца дисконтированы в курсе британца. S&P 2291 пункт, друзья, худшее еще не позади, небольшая пауза, затишье, мы снова пойдем вниз. Цель 2000 сохраняется. На этом все, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.